друзья всем приветики всем привет и сегодня у нас на обзоре тематический парк the land of legends всем нашумевший парк он очень интересный своими аттракционами водными горками бассейнами и всякими веселыми программами а также здесь есть променад с магазинами кафешки и рестораны ребята вход в тематический парк мы покупали на сайте выбирайте дату выбора даты зависит цена мы купили билет на воскресенье выходной день билет стоил дешевле гораздо со скидкой мы заплатили за одного человека 85 долларов в выходные дни 85 долларов короче в будние дни 100 так у операторов стоит на 10-15 долларов дороже на почту нам пришел qr-код подтверждением купленного электронного билета с официального сайта давайте же зайдем посмотрим что почем обзор погнали проходим через вот такой турникет проверяют металлоискательным на взрывчатые вещества и собственно вот он сам вход в этот шикарный парк мы пришли с самого утра время 10 утра парк только открылся конечно же перед входом обязательно начинается все с здание дворца султана самая красивая башня давайте я вам покажу коротко карту как выглядит сама территория парка вот такой огромнейший наш ход отсюда во мы находимся тут и собственно говоря все горки все аттракционы бассейны очень много тут конечно аттракционов все посетить надо целый день убить это минимум ну и променад где можно прогуляться по магазинчикам может быть что купить какие-нибудь сувениры ребята в магазинчике то есть сам променад можно зайти бесплатно вы просто проходите турникет вот тот сзади и заходите просто прогуляться посмотреть по магазинам дальше вход именно в самый тематический парк где аттракционы он уже платный ребята но если вы не знаете где купить билетики тут же рядом с этой карты присутствует вот такой qr-код панно вы сканируете и покупаете онлайном прям на месте the land of legends страна легенд располагается в окрестностях белека точнее между этим курортом и городом кадрия это самый большой турецкий парк для отдыха развлечений и шоппинг его называют еще турецким диснейлендом территория комплекса занимает площадь более 60 тысяч гектаров и включает в себя парк развлечений аквапарк отель и торговую улицу в этом уникальном мире каждый взрослый сможет также окунуться в детство благодаря уникальному дизайну всех сооружений парка их наполнению и внушительному списку развлечений для всех возрастов шоппинг квартал предлагает комфортные условия для совершения приятных покупок под открытым небом в любое время дня вас ожидают знаменитые бренды высокой кухни и мероприятия для всех возрастов в том числе косметика техника и игрушки а большинство туристов попадают сюда с экскурсия туроператора или от уличного агентства это безусловно удобный способ но у него есть ряд нюансов давайте разбираться плюсы вас забирают трансфер из отеля и доставляет обратно у вас будет быстрое прохождение входа в парк развлечений ну а минусы вы попадете не к открытию парка а назад вас увезут в 5 часов вечера и вечернее шоу вы однозначно пропускаете а самое главное вы не накатаетесь на всех аттракционов ребята но если вы с детками сюда приехали и детки не могут ходить долго устают вы можете взять на прокат вот такие прекрасные автомобили вот такие вот сумки даже имеются либо вот такую тачанку для ребенка и можете гулять спокойно себе ребенок будет наслаждаться вот цены фиксируйте вечернее шоу фонтанов проходит тут и сейчас конечно же я для вас сыграю ребята какую мелодию вам наиграть ну и конечно же сам мотель до номера здесь далеко не бюджетные но вы можете сюда поселиться если у вас есть возможность этот пятизвездочный отель принадлежит отельной сети риксов поэтому излишне говорить о высоком уровне сервиса в нем постояльцы пользуются всеми аттракционами кроме тех за которые взимается отдельная плата но у них есть и другие привилегии золотистым браслетом все включено и бесплатно обслужив в заведениях фудкорта этот же браслет дает им право быстрого прохода на аттракционы у них собственный пляж с белым песочком и отдельным бассейном куда других посетителей парка не пускают ну и соответственно трансфер билет и обратно сам вход тематический парк выглядит вот так подходим сканируем qr-код в кассе получаем браслетики и заходим мы сейчас тут понятно дальше маша и медведи шоу тут дельфин шоу тут когда-то сразу приходит душевая раздевалочка кому надо переодеться также камера хранения обязательно присутствует шкафчики для хранения одежды платные 25 лир в день и не пропустите переодевалки их всего две и они находятся только при входе на территорию парка можно проносить только воду а остальные напитки еда запрещены друзья не забудьте на браслеты поставить денежку потому что чтобы не носить с собой деньги эти бумажные чтобы не рвались и не мог ли вы просто ставите деньги на браслеты привязываете и оплачивать везде браслетом да кстати осталась сдача забираете тут же курс висит на панно подходите парень он зачисляет друзья вы же понимаете что на каждом аттракционе будут стоять огромные очереди чтобы избежать этого можно купить фест-трек дополнительно эта опция стоит 700 лир и вы проходите без очереди в этом парке представлено более 40 аттракционов 18 из них более популярны некоторые из них мы вам покажем в этой части ребята дельфин шоу вы можете пройти присесть на лавочке вот там под навесом нам предлагают сделать шоу дельфинов прямо по ступенькам и туда шоу дельфинов входит стоимость билета высокий сезон она проходит дважды в день в низкий сезон один раз уточняйте информацию на кассе в котором часу а за отдельную плату вы сможете поплавать с ними а еще покормить акул ребята но если ваши детки хотят поплавать с дельфинами это можно сделать прям тут мальчик уже готов тут прям вход и дельфины вас покатают на своей спинке также присутствует бассейн с акулами смельчаки могут понырять с аквалангами вас тут оденут и подготовят обязательно бояться не нужно потому что акулы дрессированы вот она идет она небольшая так что не бойтесь кто хочет попробовать оставьте комментарий вот какие веселые ребята к нам идут вы можете прийти позагорать под зонтиком окупаться в бассейне если вы пришли с детками можете остановиться на маленьких водных горках и позагорать вместе с ними в этом городке легко заблудиться поэтому посетителям выдают карты и всюду стоят указатели сам аквапарк поделен на зоны и чтобы писк и крики съезжающих с горок не мешал отдыху бассейны и пляжи отведены в релакс зону есть еще детская зона с мелкими бассейнами и маленькими горками также колесо для совсем маленьких в жаркий день вы можете насладиться соками в ассортименте и вам их вот так подадут вы можете прокатиться на лодочках под названием тайфун вот так поднимают лодочку наверх сверху она стремится вниз но на этом аттракционе лучше конечно в купальниках кататься потому что будете мокрые разгон пошел также тут присутствует площадка для тех кто хочет замочиться полетать на самолетиках ну и конечно же покататься на паровозике американские горки ребята заметьте очереди нет людей немного так что с фаст треком смотрите кто угадает а кто нет впервые нужно посмотреть сколько людей тоже для экстремальных покататься на такой скамеечке которая делает переворот 360 градусов такие рикки 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 россия 3, 2, 1 Поехали! Для деток есть такой твистер, который поднимает наверх и опускает резко вниз. Также есть карусели для совсем маленьких. Вот такие вот маленькие. Ну и конечно же для взрослых. Американские горки king-size для людей выше 120 сантиметров. Вот такой спокойный аттракцион, где вы садитесь на лодочку и поливаете. Типа тушите пожар на такой лодке. Тоже аттракцион такой без экстрима, скажем. Но с освежающим эффектом. Как мы наблюдаем, очереди в принципе нет вообще. А также, друзья, можно посорфить на искусственной волне. Удовольствие это стоит 800 турецких лир 3 минуты. Вам дадут доску и обязательно шлемик. Волна очень интересная, она небольшая. Я думаю, что вы кайфанете здесь. Также водные горки с бассейном для детей. И шезлонги, где вы можете почилиться, пока ваши детки катаются. Да, и при входе в бассейн обязательно будет написано температура воздуха, температура воды. А обязательно все будет указано. Влажность. Водные горки в ассортименте для взрослых и детей. Также бассейн с шезлонгами, где присутствует искусственная волна небольшая. Тоже можете здесь почилиться, покупаться, позагорать. И еще один бассейн, который называется Лаплача с барчиком, где можно почилиться, позагорать, покупаться. А также прокатиться на таких надувных матрасах вдоль по этой реке. Также водные аттракционы на надувных кругах. Поменьше, побольше, центрифуга. Короче, весело вам будет тут. Эффектный выход. А также для самых экстремальных, вот такие практически вертикальные водные горки, где можете насладиться реактивным спуском. Если бы еще кто-то спустился бы сейчас, было бы вообще чудесно. Все боятся что ли? Друзья, водных аттракционов в ассортименте ну просто уйма. Тут с одной дороги переходишь на другую. Я думаю, что вам кататься целый день времени не хватит даже. Друзья, информация насчет роста. Значит, на водные аттракционы только под присутствием родителей. Название аттракционов и рост. Ставьте на паузу и вы увидите, на какой можно, вашим деткам на какой нельзя. Так же само и на роллер аттракционы. Все по росту. Для безопасности. Ну, мы зашли перекусить. Вот такая вот типа столовка, в которой есть как бы все самое необходимое перекусить. Бургеры, разные салатики. Цены как бы тут, конечно же, слегка завышены. Но что-то покушать можно. Фруктики. Ну и как же без сладкого. Итак, в этой столовочке вот такой легкий перекус. Обошелся в 560 турецких лир. Ну, это на секунду где-то примерно 20 евро. По 10 евро на человека. Запоминаете место. То есть это относительно дешево еще по сравнению с другими местами, которые находятся на этой территории. Без еды вы здесь не сможете, однозначно. Друзья, наступил вечер. Хотим сказать, что вечером улица прогулочная преображается. Заграются фонари. Людей стало намного больше. Все кафешки работают, в ресторанах встречают вкусными шикарными напитками. И когда солнце зашло, то действительно приятно погулять. Вечером, друзья, можете покататься на лодочке по каналу и получить все 33 удовольствия. С наступлением вечера шоу на территории парка не заканчивается. Даже в детской кафешке, полной разнообразных сладостей, персонал веселит детишек. Здесь вы можете провести тематический детский праздник или отпраздновать детский день рождения. А пока ваши малыши отрываются на игровой площадке под присмотром аниматоров, вы сможете расслабиться в многочисленных барах для взрослых. Так это место выглядит днем и вот так ночью. Ну а вечером тут все превращается в шоу. Ежедневно вечером, кроме понедельника, на территории шопинг-авеню проходит шоу сказочных героев и парад лодок. Оно бесплатное для всех посетителей. Кроме того, именно здесь проводят основные мероприятия, праздничные концерты и выступления известных звезд. Музыкальные представления подарят фантастические эмоции вам, а световые шоу перенесут в праздничную атмосферу сказки. Ведь именно здесь, в стране легенд, вы сможете испытать всю гамму приятных впечатлений и помечтать. Ведь только воображение позволяет выйти из границы реального. И конечно же вечером вы можете полюбоваться шоу фонтанов. Все люди в ожидании присели. Кто на ступенечках, кто на мостике. И все ожидают представления. Шоу начинается. Ух. А, у perc. Ух. А, ух. А, ух. Гражданная Маша и Медведь. Друзья, в общем, вот такой легкий обзор у нас получился. Тематический парк на самом деле очень интересный, как для детей, так и для взрослых. Вы потратите здесь время не зря. Советую к посещению, а мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok